И сегодня мы будем открывать 14 главу Матфея и нечто там посмотрим. Мне вообще с утра сегодня просто эта глава легла на сердце, и я верю, что мы отсюда сегодня получим много благословений. Аллилуйя! Какие события происходили в 14 главе? В 14 главе вначале там было описано, как казнили Иоанна Крестителя. Вы знаете, что это был пророк Божий, который приготовил путь к приходу нашего Господа Иисуса Христа, да? И об этой новости узнает Иисус. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, и народ, услышав о том, пошел за ним из городов, пошел за ним пешком. Смотрите, ситуация. Вообще-то Иоанн Креститель, если мы помним, это родственник Иисуса Христа. Кто помнит по описанию, да? Это родственник Иисуса Христа. И я думаю, что для Господа это не была, знаете, такая вот веселая новость, что родственнику отрубили голову. Поэтому он пошел и уединился. Он поплыл на лодке и уединился, чтобы побыть с отцом. Я думаю, что он знал, что должно так произойти. Но он же был как 100% Бог, так и 100% человек. И у нас есть чувство, да? Когда у нас кто-то уходит родной, нам не очень приятно. У нас есть какие-то эмоции, есть какие-то чувства и переживания. И вот нам ответ, что нам нужно делать, если вдруг что-то произошло, чего мы, может быть, не ожидали, и что, может быть, нас может очень сильно расстроить. Нам нужно идти и проводить время с нашим отцом. Потому что там утешение, потому что там наша сила, там наша жизнь, где мы можем подняться и пойти дальше. Я верю, что ни один человек в этом зале и ни один человек, кто смотрит нас в эфире, вы могли переживать смерть своих близких родственников. Я думаю, что, знаете, ваше сердце могло быть ранено, и ваше сердце могло быть очень, знаете, так сжато и на долгие годы, потому что вы кого-то потеряли. Но Слово Божье дает нам ответ. В этих ситуациях нам нужно идти к нашему Отцу и получить там утешение, чтобы не останавливаться в этой ситуации, не остаться там, где это произошло, но продвинуться дальше и исполнить то, что для нас предназначил Господь. И смотрите, что происходит. Иисус пошел в пустынное место, поплыл. Простите, народ пошел пешком, а он поплыл на лодке. И выйдя, Иисус увидел множество людей, изжалился над ними и исцелил немощных их. Слушайте, родственнику отрубают голову. Очень сложная ситуация, да? Он идет, уединяется. Тут приходит толпа народа. А может, ему было совсем не до толпы. А может, ему все-таки было жалко Иоанна Крестителя, как человеку. Но Господь сжалился над народом и исцелил немощных их. Слушайте, у вас сегодня может быть сложная ситуация. У вас может быть сегодня какая-то трудность. Может, вы что-то проходите в своей жизни, но благодаря тому, что вы уединитесь со своим отцом, вы получите силу и способность выйти из этого места и быть победителем, быть ответом для тех нуждающихся, которые будут приходить к вам. Воля Божья не та, чтобы вы застряли в этой ситуации. Воля Божья, чтобы вы встали и стали ответом для тех, кто сегодня в нужде. Поэтому пусть любая ситуация, которая случается в нашей жизни, она не остановит нас. Потому что у Отца есть для тебя больше. У Отца есть для тебя лучше. И ничто не может остановить тебя. И Иисуса не остановила отрубленная голова Иоанна Крестителя. Он исполнял свою миссию. Он пришел людям показать сердце Отца, насколько Отец любящий, насколько Отец милующий, насколько Отец хочет, чтобы вы были здоровы. Повернись к своему соседу и скажи, Отец хочет, чтобы ты был здоров. Отец очень хочет, чтобы ты был здоров. Те, кто в эфире, сами себе скажите, Отец хочет, чтобы я или я была здорова, или я был здоров. Отец этого хочет. И даже когда у Иисуса погиб родственник, Он спустился и исцелил немощных их. Вот сердце нашего Отца. Вот сердце нашего Бога. Он думает о том, как помогать людям, невзирая на те ситуации, которые вокруг. Поэтому, аллилуйя, слава нашему Господу. Повернись к соседу и скажи, твоя трудность для твоей победы. Поэтому не смотри на трудность, смотри на результат впереди. Продвигайся вперед. Обязательно кому-то это говорите. Знаете, я верю, что Отец не просто нас поместил в церковь. Иногда мы еще дальше увидим в этой главе, что Господь, Он показывает человеческую сущность. И рядом же были ученики, да? Вы помните, ученики были рядом в этих всех ситуациях. Но этим все не закончилось. Смотрим дальше. О чем нам еще говорит 14 глава? Он исцелил немощных их. И потом они пошли за ним. И помните, уже было поздно, и ученики говорят, отпусти их, потому что они уже проголодались. Пусть они пойдут и купят себе еды. Иисус говорит, вы накормите их. Иисус бросает вызов своим ученикам. Он говорит, вы накормите их. Они только что видели чудо. Иисус исцелил немощных, те, которые пришли к Нему. Они снова сталкиваются с вызовом. Иисус говорит, вы накормите их. Ученики говорят, да у нас же ничего нету. А оказалось, есть. Пять хлебов и две рыбки. Иисус это все умножает. И написано, что там еще осталось двенадцать коробов остатков. При всем при этом ученики присутствуют. Заметьте. Они видят еще одно очень большое чудо. Тут Иисус всех немощных исцелил. Тут он умножил пищу. И все наелись. Сколько там было людей. Очень много. И при всем этом они были с Иисусом. Но история не заканчивается. Мы идем дальше. Четырнадцатая глава не закончилась. И вот что интересное происходит дальше. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он вошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. И знаете, сейчас мы улыбаемся, да? Вот ученики испугались. Это признак, призрак. Я не знаю, как бы вы отреагировали. И как бы я отреагировала, если бы я была в лодке, и по воде бы кто-то топал. Знаете, я бы тоже, наверное, подумала, что это призрак. Потому что легко сейчас говорить, когда мы уже прочитали, что это был Иисус. Поэтому я учеников очень хорошо понимаю. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, «Господь, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. «Но в лодке же был не один Петр, но в лодке же были еще ученики, но Петр сказал, скажи, и я пойду по воде». Молодец, 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 молодец. Петр молодец. Знаете, даже невзирая на то, что он потом начал тонуть, он молодец. Он воспользовался тем, чем не воспользовались другие ученики. Он воспользовался большим. И это было для всех для них, но он воспользовался этим. Поэтому Слово Божье, оно работает очень сильно. «Только если мы поверим». Он поверил. Иисус сказал, «Иди». Знаете, «иди», когда Иисус сказал, «иди в воду», а я не знаю, какая там глубина, но это смелый человек. Петр был смелый человек. Он доверял Господу. Он пошел. Но что дальше говорится? Что? Что произошло с Петром, с этим смелым рыбаком? Что с ним произошло? Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и утопать. И начал утопать. И закричал, «Господи, спаси меня!» Вот здесь уже описывается наша человеческая сущность. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, и мы становимся на Слово Божье, и мы говорим, «Господь, вот только скажи, вот только скажи, что я здоров, вот только скажи, что я исцелен, и я буду на этом стоять». Петр сказал, «Только скажи, и я пойду к тебе». И нас хватает до тех пор, пока не придут какие-то симптомы, пока какой-то ветер не подует, когда какая-то волна снова не брызнет. Знаете, мы такие на служении уверенные, «Все, я здоров, я исцелен, я все, все». И вы выходите с улыбкой до первой двери. И там ветерок начинает дуть. И там начинает волна на вас брызгать. И симптомчик опять начинает вам кричать, «Слушай, да ты вообще, короче говоря, ты думал, ты здоров. Ты же видишь, Бог обманывает. Что ты тут себе придумал? Знаете, написано, что сатана, он лжец от начала. Он лжец от начала. Поэтому нам нужно, как умелым художникам, научиться зарисовывать его картины очень быстро. Он мне говорит одно, а я ему отвечаю другое. Отойди от меня, сатана. Во имя Иисуса Христа мне Господь сказал, и я буду верить в Слово Господа. Поэтому мне не важно, что сейчас кричит мой симптом. Я доверяю моему Господу. Я доверяю моему Господу. И, возможно, нам придется устоять какое-то время. Может быть день, может два, может три. Но, знаете, что происходит? Иногда же порядок в доме не происходит за пять секунд. Нужно взять веничек повыметать, нужно взять тряпочку потереть, нужно, например, машину, чтобы помыть, заехать на станцию 100, чтобы там ее тебе хорошо водичкой пошерстили, щеточками. И на все это нужно время. Нужен какой-то процесс, чтобы прошел. Поэтому я сейчас просто обращаюсь к каждому. Если вы уже что-то получали от Господа, если вы получали какое-то слово, если вы получали ободрение, если за вас уже молились, схватитесь за это крепко и храните это, знаете, как самую дорогую драгоценность, чтобы когда к тебе подходит кто-то, а ты взял его вот так вот, отойди от меня. Отойди от меня. И это я не принимаю. И это я не принимаю. Я принимаю то, что написано в Слове Божьем. И я бы вам рекомендовала. Я знаю, что у каждого из вас в доме ну сто процентов есть не одно Слово Божье. Хотя бы два, хотя бы три. Мне нравится, когда на каждом углу лежит Слово Божье, и ты можешь его взять и открыть. Ты можешь взять его, открыть, чтобы почистить свои мысли, свое сердце, свои мозги от всякой пыли, от всего того, чем пытается тебе забросать дьявол. Поэтому, если у вас есть такая возможность, просто положите Библии на кухне, в спальне, в прихожей, где угодно, в туалете. Вы можете сказать, там не место Слову Божьему. Может, там и не место Слову Божьему, но иногда у кого-то там намного больше времени попребывать в Слове Божьем, чем где-то на другом месте. Понимаете? И вы сейчас можете с меня посмеяться, а я вам говорю правду. Когда у вас в доме, например, много людей, и они все шумят, то можно зайти на пять минут, закрыться, и не обязательно там делать свои дела, а просто почитать Слово Божье, если оно там будет. Потому что, если за ним куда-то нужно идти, вы можете не пойти, а если оно там уже будет лежать, то оно на вас посмотрит, и вы его возьмете и прочтете. Это вам лайфхак. Знаете, это работает, потому что, когда мы были в гостях у тебя, Джошуа, нам очень понравилось, что там на всех окнах церкви, они такие небольшие, но там на каждом окошке их очень много, написаны места из Писаний. И вы туда приходите, вы смотрите на здание, а потом смотрите на окошки, и ваше сердце наполняется Словом Божьим. И ваше сердце постоянно наполняется Словом Божьим. А сегодня в наше время, когда Фейсбуки, Тик-Токи, Телеграмы, Вайберы, столько информации, которую просто нужно вычистить Словом Божьим. Просто нужно разместить этот мусор и дать свету озарить наши сердца, озарить наши мысли, озарить просто нас, чтобы свет, свет жизни был внутри нас. Аллилуйя! Давайте вас дадим славу Господу за то, что Слово Божье сегодня есть в каждом доме. А теперь ответственность на нас, насколько часто мы ним пользуемся, насколько часто мы отбиваем атаку врага вот этой вот истиной, которая нам дана. Поэтому почему вы усомнились, когда вы получили свое чудо, где тот момент, когда вы усомнились, в какой двери, на какой ступеньке на вас подул ветер. Вспомните и скажите, отойди от меня сатана. Я доверяю моему Господу. Я целостна, я крепка, я здорова, и все у меня будет в порядке. И знаете, мне очень понравилось, есть одна женщина, которая с детства очень сильно болела, и это не верующий человек, это вот просто была девочка, которую врачи уже выписали умирать. Но знаете, что интересно? Когда она слушала докторов, когда она слушала очередные диагнозы в ее жизни, у нее возник большой вопрос, а почему взрослые не могут помочь ребенку? Но если они не могут помочь ребенку, значит, я сама себе помогу. И она начала искать, она начала размышлять, она начала наблюдать за своим телом, как его привести в порядок, чтобы избавиться от той болезни, которую она получила. И знаете, что произошло? Она полностью выздоровела. Она полностью выздоровела, это не верующий человек. Она начала просто наблюдать за телом, делать какие-то действия, которые не могла делать. Она просто заставляла, наблюдала, и потом это все умножало. Сегодня она пошевелила одним пальцем, завтра она начала подключать второй палец, послезавтра третий, и она просто силой духа человеческого. Представляете, заставила свое тело работать. Будьте как дети. А мы сегодня, дети Божьи, имеющие Слово Божье, которое приносит жизнь, где-то застряем. Поэтому давайте мы найдем эту ступеньку, эту дверь, где мы застряли, и просто пройдем ее. Не будем там стоять, а пройдем ее, пройдем ее. Петр не остановился после сделанных ошибок. Петр не остановился, он пошел дальше проповедовать об Иисусе. Да? Даже когда отрекся, он пошел все равно за Иисусом. Он пошел, поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Аллилуйя! И я сто процентов знаю, что воля моего небесного Отца, чтобы каждый из вас был здоров. Потому что в Матфея в 14 главе написано, что всех немощных, кто пришел, он исцелил. Он исцелил немощных их. Он не написал одного или два. Он написал там, вписано немощных их. Аллилуйя! Аллилуйя! Если ты сегодня немощный, если ты сегодня болен, если ты сражаешься с какой-то болезнью, Иисус хочет тебя исцелить сейчас. Сейчас, потому что ты уже пришел к нему сейчас, потому что ты уже проделал путь. Написано, он сжалился, потому что он видел, что они проделали путь. Поэтому я уверена, что твой ответ сегодня уже принадлежит тебе. Он здесь и сейчас. Повернись к соседу и скажи, мой ответ здесь и сейчас. Кто с нами в эфире, сами себе скажите, мой ответ здесь и сейчас. Иисус меня исцеляет сейчас. Я не знаю, как вас, мой исцелитель здесь и сейчас. Мой исцелитель здесь и сейчас. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Благодарю тебя, Господь!